В Бендерах 30 детских садов и 17 школ. 23 из них, а это половина образовательных объектов, в этом году ждет ремонт. По программе фонда капиталовложений заменят окна и двери, отремонтируют кровли и межпанельные швы. 7,5 миллионов планируется потратить на ремонт кровель, совмещенных и мягких кровель. В принципе, основная болевая точка всех школ текут, к сожалению, крыши, которые не ремонтировались от 30 лет некоторые и более. Также планируется 4 миллиона рублей направить на замену окон и дверных проемов. И около 500 тысяч направляется на ремонт межпанельных швов в детских садах. О предстоящих больших работах говорят в администрации. За круглым столом представители бендерских строительных организаций, которые специализируются на кровельных работах. Высотников сменяют производители пластиковых окон. В таком составе коллеги обычно встречаются на тендерах. Теперь все детали, все правила игры и даже требования к материалам обсуждают вместе и заблаговременно. По утверждению производителей, с которыми мы работаем, и посредством технониколя, они утверждают, что наиболее универсальный, наиболее подходящий материал для нашего региона является беполь на какой-либо основе – ткань или холст. Город впервые планирует централизованно закупить материалы, чтобы подрядчики работали на довальческом сырье. Тендеры пройдут по новым требованиям, чтобы сделать процесс закупок полностью прозрачным и простым для анализа, а также упростить доступ подрядчиков к торгам. Мы определили общий подход к проведению тендеров, определили, по каким параметрам мы будем выставлять технические задания, чтобы были изначально одинаковые условия для всех потенциальных участников, чтобы победил, как говорится, сильнейший. В 2018-м на ремонт крови или замену окон в школах и детсадах направят почти 12 миллионов рублей. Контроль за расходованием средств будет доскональный. Об этом не раз говорили и на высшем уровне, и на местном. В настоящее время проводим совещание с одной простой целью, чтобы эта программа была максимально открытой, чтобы убрать коррупционную составляющую и снизить стоимость работы. Необходимые условия для участия в этой программе – это наличие своей производственной базы, оборудования и специально обученных людей. То есть случайных людей здесь не будет, потому что нам необходимо получить гарантию минимум 5 лет на проведенные работы. О проведении тендеров объявят до конца недели. Информация появится в городских СМИ. В феврале планируют заключить договоры, а работы начнут к концу зимы.